Здравствуйте, братишки и сестренки, с вами как всегда Дарсокс, и сегодня я расскажу вам о топ-5 аниме, которые вы обязаны просто посмотреть. Хоть кровью кончайте, но вы должны их посмотреть. Вы, наверное, опять скажете, ну вот, опять топы, гандофы, а где факты, где новый формат? Ребята, скоро они будут, также я в суббот запущу стрим на своём канале. Приходите, буду всех с нетерпением ждать. Это будет, так сказать, переломный стрим для этого канала. Ну а мы переходим к теме видео. Субтитры сделал DimaTorzok Особенность телерисовки, смешанность 3D-графика, интересный сюжет об войне демонов, людей и ангелов. Я посмотрел два сезона, и в каждом сезоне на финальной серии я ревел как сучка. И уже в ожидании третьего сезона. А ещё там есть сосны Азазель, от которого я теку. На втором месте у нас аниме «Город, в котором меня нет». Очень приочень смысловатое аниме с жанром детектива. Я смотрел его и каждую серию гадал, кто же виноват. Также рисовок это просто от бога. Вот такое аниме стоит действительно смотреть на широкоформатных телевизорах или мониторах. Потому что качество божественно. Ну а теперь о сюжете. Нам расскажут о парне, который мог возвращаться во времени. Не по своей воле, правда, и изменять будущее. Например, когда кого-то убили, и он вернулся на 5 минут назад, чтобы это предотвратить. Так он и вернулся в молодость где-то в возрасте 8-го или 9-го, не, где-то даже меньше, 7-го, 8-го класса, чтобы исправить все, что произошло в его детстве. А в детстве его произошёл полный пиздец. Педофилия, маньяки, изнасилование, малолеток и тому прочим. На третьем местечке у нас совсем новое аниме с названием «Бог меня простит». Фух, была не была. Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестрёнка. Сука! Я вынул это название, ах, сука. Короче, аниме совсем новое, и серии только выходят. Но я вкратце расскажу всё, что понял по первой серии. Есть парень мангака, он пишет манги, и у него есть болезнь младшей сестрёнки. Он всю жизнь мечтал о младшей сестрёнке, которой у него не было. Там есть лольки, там есть титьки, юмор. Думаю, продолжать мне уже не нужно, правда, вы уже сами пошли его гуглить. Просто смотрите и ждите выхода новой серии вместе со мной. Фух, ну давайте, ребята, сделаем перерыв на чай, а вы поставите за это время мне лайк, подписку на канал и комментарий свой. Теперь ждём. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Нужно было сделать дёрку до рта. Ну, продолжаем. На четвёртом месте у нас аниме... Стоп, стоп! А давайте вы сами выберите, какое бы вы аниме хотели тут увидеть. Пишите в комментарии, какое ваше любимое аниме вы бы хотели поставить в стоп на четвёртое место. Не, ну а что? Вы хотели разнообразие? Держите, а я перехожу к пятому месту. А на пятом месте у нас аниме «Ангельские ритмы». Возможно, уже все посмотрели это аниме, так как оно довольно-таки старенькое. Ну, а я такой лох, что наконец-то за всё своё время добрался до него. Аниме расскажет нам про людей, которые умерли и не хотят перерождаться. И про то ли боты, то ли ангела-боты. Ну, короче, лолька, которая чё-то я не понял, кто она и что она вообще делает. И вообще, какую хуя там происходит? Почему они не умирают, но при этом могут умереть? Эм, короче, там есть юмор. А, ещё главное. Это же главное, правда? Там щи-сюмор. Это главное, это самое главное, что может быть в Аниме. Юмор! Когда ты просто тупой, не понял сюжета и пытаешься выкрутиться, ну да. Ну да, короче, вы поняли, да? Юмор! Пытуйте смотреть просто всё. А на этом мой топ кончает белым эм. Если что, это не то, о чём вы подумали. Я о снеге говорю. Мой топ кончает снегом. Снега. Снег, снега, понимаете? Кончает снегом. Ладно. Вы ничего не понимаете. Да, ну вы же поняли, да? Всё же, небо кончает снегом. Вот так, вот так. Как мой топ. Мой топ просто на небе, понимаете? Вот. Я всё понял. Ну, короче, пока-то. Субтитры сделал DimaTorzok